Блин, этот цвет реально для блондинок! Ой, какая! Ой, а губы какие увлажненные! Слушайте, губы бархатные прям стали. Ой! Она как гель! Вау! Какое свежее дыхание! Видите? Она уже прозрачная сеточка! Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет видео-обзор корейской декоративной косметики. И мне выпала честь одной из первых тестировать косметику под названием Moart. Это чисто корейская косметика, и она у нас на рынке в России совсем недавно. Поставщики этой косметики начинают вводить ее в Россию, сотрудничать с разными магазинами и аптеками, и скоро эта косметика все больше будет попадаться вам на глаза, и я думаю, это круто, потому что корейскую косметику мы все любим ее. Уходовой косметикой я пользуюсь практически только корейской, и она себя уже зарекомендовала, поэтому в качестве ее мы можем не сомневаться. Но мне выпала возможность одной из первых протестировать некоторую декоративную косметику. Я себе выбрала здесь помаду, тинт, румяна, и мне совершенно не терпится поделиться с вами и все это вместе с вами затестить. Давайте начнем вот с такой вот подводки. Я выбрала себе номер 02 Браун. В принципе, подводка обычная черной пользовалась, коричневой у меня никогда не было. Еще у меня лежат цветные подводки, которые я все никак не могу добраться до них. Но вот такая вот подводочка Муар, номер 02. Внутри она выглядит очень необычно, как фломастер тонкий-тонкий. Сделаем сводчик для начала. Ой, светло-коричневый цвет и очень мягко и тонко накладывается. Сейчас я попробую сделать себе небольшие стрелочки, подводочку такую. Сегодня как раз день рождения одного очень важного человека. И видите, немножко привелась в порядок. Теперь сделаю стрелку. очень аккуратненько кладется, тоненько. Слушайте, мне нравится, какую я стрелку зафигачила, да? Так на радостях я ее так удлинила прям конкретно. Но вот от того, что она не черная, а вот такая светло-коричневая, по-моему, она очень так мягенько смотрится. Сделаю вторую. Слушайте, мне кажется, что у меня с первого раза получилось нарисовать ровные стрелки. И за счет этого цвета прям даже какие-то неровности, они вообще очень-очень скрыты и не видны. При этом подчеркивается глазик, и реснички кажутся такие прям как будто лисички. Реснички-рисички. В самом нанесении мне здесь нравится, что никуда не нужно макать, ничего не нужно делать. Вот этот вот наконечник, кончик, да, он все время смоченный, все время влажный и очень аккуратно тонко наносит. Я бы попробовала и другие цвета. А что если внизу еще подвести? Блин, этот цвет реально для блондинок, чего я раньше не пользовалась. Мне не нужен черный цвет, мне нужен вот такой вот коричневый. как нежно, как аккуратненько. Класс вообще, мне очень нравится. Вообще замечательно. Ну, стрелки я сделала длинноватые, это понятное дело, но здесь они в принципе не портят мой вид. Блин, я довольна вот этой штукой. Охренительная вещь, охренительно. Здесь еще она болтается, видимо, можно болтать. Так, классный карандаш, вообще 100% кайф и цвет я выбрала идеальный. Кстати, я сейчас пользуюсь этим зеркалом, хотя у меня здесь есть зеркало, у меня здесь есть фирменное зеркало. Кстати, стоит оно совершенно недорого. И оно, смотрите, какое. Та-дам! Та-дам! Оно как раз-таки идеально вписывается, вот если я буду вам все делать, показывать, и сзади красиво смотрится, да, и вот все видно. Зеркало очень хорошее. Так что я буду краситься в него. Дальше мы с вами давайте затестим румяна. Я выбрала необычный цвет, он такой, знаете, персиково, коралловый, что-то такое. Такой необычный цвет. И я где-то в обзоре у девочек просто видела, когда они красились, и кто-то советовал наносить такой персиковый цвет немного, когда вы хотите, чтобы ваше лицо было свежим и таким сияющим немного, знаете, то вот такой вот цвет, сейчас я вам покажу. Так вот они выглядят. Номер F1. Вот такой вот цвет красивый, с зеркальцем тоже. Что мне нравится еще, что упаковки, они все матовые, то есть они такие очень приятные, приятные на ощупь. Прям матовые и цвета очень красивые, подобранные. В общем, когда я только пришла ко мне, эта косметика, я ее открыла и посмотрела, мне очень понравился именно дизайн, он выглядит прям люксово. Косметика при этом недорогая, могу сказать. Значит, вот такой вот цвет персиковый, если вам видно его, сейчас мы его нанесем немножечко на мои щечки и придадим румянце, так как я совершенно не накрашенная была до этого. Итак, берем кисточку мою, немножечко наносим. Удобно, что здесь есть тоже зеркальце, что не нужно прибегать к другому зеркальцу. И аккуратненько, сейчас я даже тестик сделаю небольшой. Ой, какой приятный цвет. Нежный. На щечки нанесу. Смотрите, как они зарумянились. Второй. Ой, какая! Сейчас смахну лишняя. Видите, у меня вообще появился вот именно такой, какой-то здоровенький такой раз сияющий цвет, правда? Смотрите, вообще класс. А я, на самом деле, до этого совершенно не была накрашенная. У меня еще сейчас здесь матовая помада есть охренительного цвета. Я думаю, она вам понравится. И еще можно этот же цвет, персиковый, нанести немножечко вот сюда вот на косточку вот эту. и это тоже придаст нам свежесть. Буквально кисточкой для растушевки я немножечко наберу и вот сюда на кость. Вот. Такой лайфхак я видела как и в обзоре девочка, которая рассказывала об этом цвете, так и когда еще давно-давно я жила в Москве и я была моделью для тех, кто тренировался на лице рисовать. И, конечно же, очень много всяких советов, нюансов. Я тоже запомнила. И там тоже говорили о том, если вы хотите, чтобы ваш взгляд был такой свежий, да, то вот сюда вот наносится такой персиковый цвет. Ну, отлично подойдут и эти румяна. Итак, мы сделали с вами свеженькое лицо и, в принципе, мой макияж практически готов. Осталось только довести до ума губы. У меня здесь есть два косметических средства. Это тинт для губ и губная помада. Давайте сначала я сделаю губную помаду матовую, а потом сделаю тинт. Мы просто посмотрим, как он будет смотреться, потому что тинт уже надолго, как вы знаете. Помада очень шикарная. Cotton Rose. Тоже очень необыкновенный дизайн, красивый, вся такая матовая. Открываем и вот такой шикарный цвет. По-моему, он мне сюда должен подойти идеально. Давайте накрасим. Так, ну что у нас получилось? Такая яркая, кораллова, ну в общем интересный такой цвет, мне кажется, как раз таки на весну. Вот такой вот цвет интересный. Яркая помада, там представлено несколько цветов и все они такие, знаете, мне кажется, достаточно трендовые. Наносится очень мягко, воздушно, она сразу же высыхает, практически не оставляет следа. Легкий-легкий, если сильно так сделать, да? Но я думаю, она еще должна чуть-чуть подсохнуть, но она на губах вообще как суфле. Очень классная. Вот. Теперь я ее сотру и мы с вами затестим Тин. Тин другого цвета. Что меня сейчас очень порадовало, это то, что помада стерлась достаточно легко, что не нужно было применять какие-то специальные средства для снятия помады, потому что матовые помады разные бывают и бывает просто так салфеточкой не сотрешь. Оно не стирается так, чтобы, знаете, прям легко, как обычная глянцевая, да? Но при этом она с трудом тоже не стирается, это большой плюс. Теперь давайте затестим с вами вот такой вот тинт в номере В3. Тинт выглядит у нас вот так вот. Он такой красный, но по идее мы должны его нанести, потом мы должны его стереть и цвет должен остаться оттеночек, насколько мы знаем, да, тинты? Давайте проверим. Наносим. Итак, накрасили. Тинт наносится очень плотненько, нежненько и приятный-приятный аромат имеет. Оттенок такой, видите, немножко красноватый, тут был, допустим, помада была немножечко такая в рыжину, здесь немножко в краснинку, малиновый. Так, теперь я думаю, надо подождать. Подождала 30 секунд, наверное, теперь нужно мне промокнуть. Да? Промакиваю. И на губах у меня остается такая легкая... Ой, а губы какие увлажненные. Слушайте, губы бархатные прям стали. Как будто масочка какая-то. Не сказала бы, что остался прям легкий оттенок и не сказала бы, что сильный оттенок, прям такой приятный как нужно оттенок. И при этом губы очень такие классные, нежные, бархатистые, как будто я масочку сделала прям реально бархатные и не оставляет следов. Та-дам! Можно целоваться сколько душе угодно. Слушайте, и этот цвет мне вот даже кажется, что сюда больше подходит, правда, чем та помада. Та помада немножечко в другие одежды должна облачиться. Так, отлично. Значит, у нас тинт, глазки и наши румяна, можно сказать, с тенями. Мне кажется, я прекрасно выгляжу, да? Пришла такая вся не накрашенная, а смотрите, какая стала. Супер! Кстати, это не все, что пришло в этой коробочке мне. Мне пришла еще вот такая необыкновенная маска. Я хочу ее скорее затестить, но, наверное, чуть-чуть позже это сделаю, после вечеринки как раз таки. И также в коробочке мне пришла еще вот такая вот фирма Flaco. Это тоже, как я понимаю, корейская. Это зубная паста, а это ополаскиватель. И мы сейчас тоже с вами затестим. Вот такая вот паста. дырым. Ой, она как гель. Она как гель. Я сейчас ее на зубную пасту выдавлю, чтобы не тратить зря. Она прозрачная, гелеобразная. Она пахнет ментолом. Кстати, здесь немного с апельсином написано. Зубная паста Flaco мятный апельсин. Такого я еще не пробовала. Круто. Кстати, моя стоматолог, она советует на ночь чистить зубы, а утром не чистить их и травмировать лишний раз. Ну, после еды, если мы уже поели на ночь, почистили зубки, то утром, когда мы стоим, нам не обязательно чистить зубки. Более того, даже не совсем рекомендовалось бы чистить зубы, а утром просто сполоснуть ополаскивателем. Вот. Чтобы освежить рот, убить бактерии, которые там, еды-то там нет, мы же с вечера почистили. Если, конечно, плохо с вечера почистили, то лучше почистить еще раз. А лучше хорошо почистить вечером, а утром... Вау! Какое свежее дыхание! Да, я правда много налила, там достаточно одного глоточка. Ну что, мои хорошие, я рассказала и показала вам все о новейшей косметике, которая на самом деле уже есть в каких-то городах, в каких-то городах будет. Я оставлю под видео ссылку на сайт, где вы сможете узнать, где можно приобрести такую косметику у вас в городе. Вы сможете зайти на сайт, там есть контакты, можно позвонить, можно написать вконтакте или в инстаграме и узнать, где можно взять такую косметику. Мне все очень-очень понравилось, я буду с удовольствием пользоваться, и вот эта подводка, на самом деле, она что-то меня прям покорила. подводка и румяна, я прям вообще в восторге. Я никогда не думала, что коричневый цвет мне пойдет намного больше, чем черный. Итак, небольшая вставочка со следующего дня. Сейчас мы будем с вами тестировать нашу масочку. Маска на самом деле необычная, наносится необычно, и мне очень хочется посмотреть скорее на ее результат. Она состоит из двух частей, вот здесь эссенция, сейчас мы ее с вами нанесем. Нанесем быстренько. Так. Да? Да. Теперь мы открываем саму масочку. Она сухая здесь. Вот такая. Две части. Мы ее наносим вот так. Она сразу начинает быть такой прозрачненькой. Опа, здесь буквально надо снять вот такую легкую пленочку. На пленке, на этой, как я понимаю, тоже какое-то средство. На маске, то есть, на маске средства. Так, все это наносим. Отлично. Вот так вот. Вот на то, что на этой маске, оно как бы взаимодействует с этой эссенцией. Эссенция еще осталась, тут ее много. И мы ее наносим сверху еще, чтобы маска стала прозрачной. Полностью сверху маски, вот так вот. Видите, она становится прозрачной. Стала совсем прозрачной. теперь мы ее снимаем. Саму вот эту вот масочку. Видите, она уже прозрачная сеточка. То есть, то, что на ней было белое, то, что мы с вами накладывали на кожу, оно осталось все на лице. А прозрачную сеточку мы снимаем. Все, теперь мы ждем 15-20 минут, пока оно все впитается и превратится в такую масочку, как я понимаю, и мы потом с вами ее снимем. Через 15-20 минут. Кстати, пока проходило все это время, у меня для вас очень хорошие новости появились. Эта фирма, кстати, масочки, Мерсель называется. Вот компания, которая занимается этой корейской косметикой, новой, да, у них представлены такие бренды, как декоративная косметика корейская, это Муарт, масочки разные, уходовые средства, это Мерсель, Флако, это то, что зубная паста и ополаскиватель. И хорошая новость состоит в том, что у них буквально на днях заработал сайт, где вы можете заказать всю эту продукцию и не нужно ее нигде искать, ходить по магазинам. Это очень круто. И сайт этот рабочий я уже оставлю под видео. То есть, доступ во все города практически есть. Еще хорошая новость состоит в том, что если вы будете заказывать декоративную косметику фирмы МоАрт и укажете мой промокод Селена Суэй, то есть укажете, что вы от меня посмотрели мое видео, ну или просто Селена Суэй, от Селена Суэй напишет, вам в подарок будет вот такое вот крутое зеркало. Правда, Мила? Будем с вами похожи. И также при покупке масочки на вторую маску тоже, если вы укажете промокод Селена Суэй, то будет 50% скидка. То есть покупайте одну, вторая уже в два раза дешевле идет. Это очень круто. Сейчас мы с вами эту маску затестим как следует, да, и решим, стоит она того, чтобы ее покупать или нет. Сейчас я чувствую, как масочка подсыхает, становится такой липкой, немножечко такое есть легкое стягивание пока что, но нам нужно подождать 15-20 минут. Пока масочка застывает, еще хотела немножко о ней рассказать. Это непростая маска, это маска с коллагеном, она глубоко проникает в поры, очищает загрязнения, выравнивает тон лица и, естественно, разглаживает морщинки, что для меня очень важно. Эта маска, она как эффект второй кожи, то есть ее можно делать утром, выходить на улицу и она будет защищать ваше лицо, то есть, ну, не сама маска, а эффект после нее будет защищать ваше личико от внешних факторов. Смотрите, что еще пишут про эту маску. Благодаря нанотехнологиям в Южной Корее была создана маска, уникальная по своим свойствам. В маске используется биосовместимый волоконный коллагеновый материал, который растворяется при контакте с эссенцией и доставляет коллаген в глубокие слои кожи. А чем глубже доставляется коллаген, тем краше наше лицо. Ну что, прошло у нас 20 минут. Знаете, что я заметила? Я очень много нанесла эссенции, вот у меня вся масочка высохла, а в каких-то местах, где я прям накладывала ее много, она еще такая влажненькая, поэтому она не снимется, я думаю, полностью, так как я хотела. Ее можно снимать двумя способами, либо просто пойти и умыться теплой водичкой, либо ее можно вот так вот снять, как пленочку. я люблю так маски снимать, на сухую, но мне все равно придется пойти и смыть все теплой водичкой, так как она у меня не совсем подсохла, даже спустя 20 минут. Ну, я не жалела эссенции, накладывала и накладывала. Да, смыть масочку оказалось намного проще теплой водичкой. Слушайте, ну, мне очень нравится, как ощущает себя лицо и как оно выглядит. Мне очень нравится, я прям вижу свежесть какую-то на лице. Вообще, я люблю такие масочки одноразовые, я хочу еще такие маски. Я хочу много таких масок, мне очень понравилось. Все, можно кремушком увлажнить лицо, хотя я не чувствую, что стягивает, но у нас такая вода, что она, блин, любую маску стянет. Сегодня, кстати, почистила зубки уже этой невероятной пастой, и реально у нее есть прям вот мятный апельсин, по-другому не скажешь, как они смогли это передать. Прям даже некоторый привкус у меня во рту остается апельсинчика и очень-очень освежает дыхание, так что паста это тоже мне очень понравилось, прям настроение у меня с утра огонь. Все, мои хорошие, обязательно проходите в инфобокс, там самая полезная информация, а я вас люблю, целую и прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok